Девушки отдыхают Девушки отдыхают СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК Господин Полозков? Да. Вы приготовили подарок на именины? Простите. Я спрашиваю, готов ли подарок на именины? Ах да. Вот. Проходите. ГОВОРИТ ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК Прошу ждать. ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПО-КИТАЛЬНЫЙ ЗВОНОК Графа, от речи от церкви, это вы поторопились с гречи однако. Вам все понятно и это славно. С господином Алябьевым вы знакомы. Прошу садиться, господа. Времени нет. Прежде всего, господин Полосков, благодарю вас за содействие делу революции. ЦК выражает вам особую благодарность. И просит заверить, что все средства будут употреблены наилучшим образом. Надеюсь, вы принесли, как было уговорено, ассигнации нам не подойдут. Да-да, конечно. Прошло. Может, у вас особое пожелание имеется? Пожелание? Простите, какого рода пожел... Сквозняк, все в порядке? Вы спросили, какого рода пожелания. Ну... Может быть, кто-нибудь из Сатрапа вам особенно неприятен? Может быть, личные счеты? Или таможня злоупотребляет, торговле мешает. Самое время сказать, товарищ Полосков. Нет-нет, господа, увольте. Деньги деньгами, а? Грех на душу я брать не стану. Вы уж сами решаете, кто Сатрапа, кто нет. Ну что ж, это на ваше усмотрение. Господа, пора заканчивать. Да-да, конечно. Отчеты о потраченных суммах мы станем направлять, куда прикажете. Только прежде надо будет договориться о шифрах. Сами понимаете, конспирация. Господа, вы арестованы. Не с места! Барышки, держи! Держи! Брешь, Жандарский! Я не волнусь! Моги! Все говорят! Спустите! Огонь покажите! Молимся, пчетчет! Господа, кто-нибудь включите свет! Иди сюда, колокольчик! Встать! Пусти! Встать! Руды! Коты! Да он самодержавр! Грех! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Всех взяли. Ваше превосходительство. Петр Аркадьевич, не углядели. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Упокой Господь его душу. Кто стрелял? Я спрашиваю, кто стрелял? Уведите их всех. И что более, без шума там. Ушел! Давай, давай! А где князь? Не могу знать. Ваше превосходительство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подождите, барышня, соедините с 34-16 Вызываю Так распорядись давай! Так уже и ваше свидетельство Дом Коковцева, вас слушают Князь Шаковской беспокоит Позовите к аппарату Владимира Николаевича Его высокопревесходительство Отбыл на Варшавский вокзал Как, давно? Четверть часа тому назад Благодарю Даша, мой дорожный сюртук В кабинет живо Идемте со мной Зачем же сюртук? Ваше свидетельство Ночь на дворе На вокзал поеду Дмитрий Иванович, как прошло? Нет времени, Боря, потом расскажу У меня к вам будет поручение Ждите здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Срочно доставьте это на квартиру Варвары Дмитриевны Звонковой Знаете куда? Знаю Срочно Савельич, где Тимофей? Так он в шестом часу уехал Я думал, за вами Дмитрий Иванович, ваш сюртук Ох ты ж, Господи Угорим Ей-богу, угорим Что за халя Такая Такая Здравия желаю Здорово Ну, с Варварой Дмитриевной Что скажешь? Смерть наступила около Шести утра, товарищ полковник Ага Сначала его ударили по голове Потом добивали ножом Пять ножевых ранений Два из них несовместимых с жизнью Орудие убийства имеем? Нет Скверно Ах, как скверно Рядом с делом мы нашли чашку Чашку? Да А на столе лежало вот это Угу Что-то древнее Больше ста лет, товарищ полковник Ага Здесь несут это имеется Я вижу Пожалуйста, Дмитрий Иванович Благодарю Дмитрий Иванович Как хорошо, что я вас поймала Людмила Сергеевна Не уговаривайте меня У меня решительно нет времени На вашу методичку Попросите Маклакова Он недавно закончил работу По женским батальонам Подождите Маклаков, не справится Вы же лучший специалист По этому периоду Первая русская революция Самое сложное время Ну кто, если не вы, а? Ну, выручайте, умоляю У меня план к учебным методическим пособиям Ну, просто горит Ну, я не знаю Но если вы мне откажете Я на колени перед вами встану Ну, что мы с вами делать? Со мной ничего не надо делать А методичку напишите, пожалуйста Хорошо, напишу Вы святой человек Только мне надо на этой неделе Хорошо Дмитрий Иванович Здравствуйте Видите, что тебе нужно Я на лекцию опозна Дмитрий Иванович Да я вам монографию хотел показать Посмотрите Не сегодня Я после лекции еду в комитет по культуре Там всего 38 страниц Это даже не монография, а статья Я бы раньше показал Но завозился Правил, сверял Витя, тебе еще раз повторяю Я сегодня в комитете по культуре До поздна Но вы же соавтор Что? Я вас указал Витя, вообще-то такие вещи Согласовывают Ну, вы же никогда не отказывайте А мне нужны публикации На хорошем уровне Это же исторический вестник Они без вашего имени не берут Витя Дмитрий Иванович Добрый день, дамы и господа Прошу присаживайтесь Сегодня мы с вами продолжим разговор О зарождении парламентаризма в России Итак 17 октября 1905 года Вышел высочайший манифест О даровании гражданских свобод И придании Государственной Думе Законодательных полномочий После долгих колебаний Николай II решил, что Так, друзья Я же предупреждал Чтобы все отключали Мобильные телефоны на лекции Дмитрий Иванович Это, кажется, у вас звонит О, да, прошу прощения Новый телефон я еще не разобрался Одну секундочку Да, слушаю Дмитрий Иванович Здравия желаю Полковник Кучеренко Кто, простите? Не припоминаете? Мы с вами по одному Антикварному делу работали Вы по исторической части По исторической А я, так сказать, по практической Да, да, я помню У меня, к сожалению, идет лекция Я не могу разговаривать Перезвоните меня попозже У вас лекция? А у меня тут труп Свежий труп В двух шагах от прояснительной трассы И при нем бумага старинная Старинная Без вас никак не справимся Так что лекция ваша Отменяется Отменяется лекция Подождите, но... С деканатом все согласовано Машинка у входа ждет На ней белым букком Написано Следственный комитет Жду Вам туда Спасибо Не положено Слав, пропусти Проходите Вы к кому? Мне сказали сюда Это к нам Прибыла, так сказать, помощь В лице науки Поднимайтесь, Дмитрий Иванович Ох, что-то долго вы к нам ехали Вы знаете, я, честно говоря Пока не понял, что от меня требуется Василий... Сергей Васильевич Запамятый Прошу Я вас долго не задержу Мне от вас консультация небольшая нужна Консультация Сюда, товарищ профессор Вы на труп-то не смотрите Так лучше будет Вам плохо? Может, вы присядете? Дмитрий Иванович, куда вы подевались? Нет, нет, все в порядке Да не смотрите вы туда, ей-богу Идите сюда, тут удобнее будет Вот, собственно говоря Мы ради этих вот штуковин Вас и вызвали Вызвали Можно чешку? Не-не-не, руками не надо Возьмите, пожалуйста Спасибо Начальство, понимаешь, требует Раскрыть дело по горячим следам По горячим Место больно, центровое Смольный ряд А ну, а если по горячим следам Так нам любая зацепочка, так сказать На вес золота Понятно Ну, это Мессинский фарфор Так Девятнадцатого века Так Просто в восемнадцатом веке Вот здесь сверху Стояла звездочка А в двадцатом Вот здесь вот внизу точка И того и другого здесь нет Значит, получается девятнадцатый век Ясно А она дорогая? Не слишком Хотя Мессинские сервизы У среднего класса не водились Их позволить себе могли Аристократы Ну да, ну да Можно вот это, да? Я не разобрала там и половину Очень уж Сложный почерк Зачем же вы его так помяли? Нашли таким Милостивая Государиня Варвара Дмитриевна Ух ты Варвара Дмитриевна Прям как ты Извините, профессор Если вы читаете это письмо Значит Произошел тот исход Которого вы так опасались Смею надеяться Что жертва моя была не напрасна Отправляясь сегодня в логово врага Я верю в благополучное разрешение дела И молюсь, чтобы никто не пострадал Уверен, заговор ликвидирован полностью И опасность угрожавшей Известной вам особи Миновала Варвара Дмитриевна Душа моя Я хочу, чтобы вы знали Вы человек бесконечно мне дорогой Я менее всего хотел причинить боль вашему сердцу Но коль уж дело повернулось так Простите меня великодушно Никоим образом мне не скупить слез ваших Моляю вас Не бросайте журналистику России крайне необходимы авторы талантливые и благородные Такие, как вы Проявляющие большую волю в достижении того Что нужно и полезно для государства Искренне ваш Дмитрий Иванович Шаховской 4 декабря 1907 года По скриптум Густарь обеспокоен Петр Аркадьевич уверил меня, что он осведомлен Дело движется с его одобрения И обоюдного согласия Что? Что вы смотрите так на меня? Ну да, меня тоже зовут Варвара Я прошу прощения, я просто задумался Это же невероятно Вы где взяли это письмо? Убитый предположительно извлек его из дымохода Вместе с чашкой Ну, что скажете-то, профессор? Что скажу? Ну, Петр Аркадьевич, это скорее всего Столыпин Министр внутренних дел Российской империи А Шаховской кто? Ваш родственник? Родственник ваш? Нет-нет, это однофамилец Вообще, род князей Шаховских Очень древний, идет от самого Рюрика А в революционной думе имелся депутат с такой фамилией Если не ошибаюсь, от кадетской партии Да, а после февральского переворота он стал министром временного правительства Подождите Ну, Даса по ней не быть не может Вы знали, что этот дом до революции принадлежал Шаховскому? Да что вы говорите Товарищ полковник Уже кое-что Мы вроде закончили Ну, закончили, дуйте в управление Извините, профессор, продолжайте На какой мог быть в декабре заговор В январе СССР взорвали пензенского губернатора А в ноябре Убили начальника жандармерии В декабре ничего не было Да, и кто это? Известная вам особа, о которой беспокоится сам государь Хотел это забирать? Можете здесь оставить Че ты мне дурацкие вопросы задаешь? А князь этот ваш-то, похоже, зря волновался за печальный исход Зря, раздожил до временного правительства Временного Один вопрос В вопросе А зачем он письмо это спрятал? Ну, не знаю, наверное, чтобы скрыть от посторонних глаз В дымоходе? Одна искра? И воспоминаний не осталось бы Да, странно Подождите, подождите Я, кажется, знаю этого человека Пустите же Господи Пустите меня Ой Чего стутишь, бабушка? Пусти Закрыть храм, не видишь? Иди с Богом Пусти же меня Ну, куда же ты? Мне с батюшкой Настоятелем переговорить надо Устал он сегодня Приходи завтра Пусти, злыдень Я на тебя жалобу Оберпрокурору напишу Матвей, пропусти ее Слышал? Он же разрешает Ну, Господи Ну, что же это делается? Не пускает меня еще Анафема Где это видано? Что бы двери храма Перед носом верующих закрываться Ну, ну, ну Слушаю вас Помер Кто помер? Так этот Директор Тамошний Из музея Помер Настигла Кара небесная Антихриста Этого Говорила я ему Говорила Ну, отдай по-хорошему Он меня прогнал Теперь Пущай Перед Сатаной Объясняется Ступай О, Господи Его зовут Ламейка Павел Ламейка Так точно Ламейка Павел Игоревич Значился директором музея Согласно всем документам Какого музея? Ну, это музей А потерпевший, стало быть Был его директором Был А откуда он вам известен? Подождите, здесь никогда Никакого музея не было Музей чего? Это дикость Тут не было музея? Да Ну, не было, так не было Так откуда он вам известен? Дмитрий Иванович Откуда? По работе пересекались Или еще где? В прошлом году Этот Ламейка Собирался защищать Докторскую диссертацию Я был назначен его оппонентом И что ж такое? Он провалился с треском? Ну, защита не состоялась Я прочитал ее В общем, я не допустил его к защите Почему? Потому что текст Был скомпилирован Совершенно сужой работой Двадцатилетней давности Плагиат Сейчас К сожалению Это повсеместное явление А вы, стал быть, его На чистую воду вывели На чистую Стал быть, вывел Он приезжал ко мне объясняться Мы с ним разговаривали На повышенных тонах Я ему сказал, что воровать нехорошо Он просил не раздувать скандал А вы раздули? Да, я раздул скандал Я все рассказал Оттестационной комиссии Я сказал, что это совершенно Работа другого человека А не этого ламейка Ну вот, а вы говорите Государь обеспокоен Послушайте Дмитрий Иванович А вы его случаем не убивали? Ну, чтобы очистить, так сказать, Науку от скверны Случай Я Я его не убивал Я вообще с тех пор больше его не видел Мне вот что от вас нужно, Дмитрий Иванович Ведь в дымоходе этом не только чашка могла быть Ведь из-за чашек-то жизнь не лишает Из-за чашек Думаете, клад? А кто же его знает? Вот вы по исторической части Может, что накопаете? По исторической? Ну, не знаю Нужно вначале выяснить, что это был за заговор Поискать в архивах Данных маловато Да и занять я сильно Но я попробую Попробуйте Попробуйте А я вам по гроб жизни благодарен буду Да, только я не знаю, как это связать с убийством А это не беспокоится До свидания До свидания Мы свяжем, свяжем Варвара Дмитриевна Отвезешь профессора домой? Только мне не домой Мне в комитет по культуре Ну, значит, по культуре А чем вы там занимаетесь? В комитете Консультирую По историческим вопросам Ну, например, решается, что за государственные деньги Нужно открыть новый музей Я собираю документы А у вас вот странная профессия Почему странная? Я имею в виду, для девушки странная Все-таки убийство Жутковато А у меня папа всю жизнь на литейном работе Ловил Жуликов, бандитов И мне вот с детства казалось, что это очень романтично Я очень гордилась папой И всю жизнь хотела работать там же Мечтала, что стану самым главным сыщиком Простите, подержите, пожалуйста Да, пожалуйста Будьте добры Вот А потом, когда настало время Отец неожиданно заявил Оперативником она не будет В серьезном следствии Женщине не место И мне осталась одна дорога В эксперты Ну, а мама одобрила ваши выборы? Спасибо Мама А мама хотела, чтобы я уехала в Москву Поступила в МГИМО И сначала красиво училась Потом красиво ездила в разные красивые страны Но уезжать я не хотела Я очень люблю наш город Я тоже Знаете, я не уверен, что смогу помочь вашему полковнику А почему такой мрачный прогноз? Ну, кто в сорок лет не пессимист А в пятьдесят не мизантроп Тот, может быть, и сердцем чист, но идиотом ляжет в гроб Забавно Кто автор? Сергей Андреевич Муромцев Председатель Первой думы Кстати, той самой, в которой князь Шаховской Был секретарем Послушайте, это же страшно интересно Правда? Вот мы с вами сегодня держали Письмо этого князя А прошло-то уже сто лет А вот ведь оно Совсем рядом Вороваров, даже не представляете, насколько рядом Ближе, чем нам всем кажется Неповоротливая туша государственного бюрократизма Сдвигается Абсолютная власть Безропотно отступает И раскалывается, подобно ореху Будто сверкающий меч революции На, твоя, рассек ее И всему миру явился свет Воровара Змитина, доброе утро Ой, здравствуйте, Дмитрий Иванович Что это вы делаете? Сочините новую статью Или со своим псом разговариваете? Да нет, я сама с собой Он же по-русски не понимает А чего же не понимает? Так он англичанин у меня Да, Генри Кэмпбелл Бандерман Даже так? Натуральный британский премьер Вы в думу? Ну, конечно Сегодня же ожидает министр финансов А его идея Французский заем Второй день дебатируется Садитесь, подвезу вас С удовольствием Генри, камон Денек будет жаркий Боюсь, всего не успею Успеете? Вы быстрые Учитесь на ходу Вообще-то я и раньше писал в газеты Я знаю Уверен, наш конституционный демократ Только выиграют от того Что в их рядах появился Такой деятельный Объединенный адепт Я вам очень благодарна За протекцию Пустое Хотя уговорить их Принять вас в партию Было непросто Не все еще разделяют Идеи женского равноправия А это правда Вы представляете Меня на днях с Милюковым Прям бой случился Этот ретроград до сих пор считает Что женское избирательное право Может вызвать недовольство Среди крестьян Не привыкших смотреть на женщину Как на равных Дескать, русская крестьянка И малограмотна И к политической жизни Совершенно не готова Павел Николаевич лукавит Боится, что политическая борьба Затмит обаяние женского пола Он ведь большой охотник До дамского общества Вот вы все понимаете Вы человек Прогрессивных взглядов Вот и мотором Обзавелись одним из первых В Петербурге Это как раз было не сложно Сложнее шофера русского найти И немцы предлагали И француза И что, неужели нашего нашли? Нашел Шоферскому делу в самом Париже обучался Тимофей Загорский, барышня К вашему слугу Благодарю Господа Трудовики будут категорически против Это ж сколько лет Придется выплачивать А лягушатники Они может Деликто и дадут Да только поунижаться Покланяться заставить А потом Три шкуры сдерут Да еще и с процентами Детям нашим долг передадим Баря Большой привет Первой думской журналистке Привет, Митя Читал твою статью В вопросах жизни Весь дворец Дышит И кипит В надежде на новую Свободу И невиданную ранее русскую демократию Которая сию минуту Нарождается в этих Высоких белых стенах Зал их Зал, да Ты большая молодец Спасибо Учусь у старших товарищей Ты откуда и куда? С телеграфа в редакцию В Одессе СССР Взорвали активисты Союза русского народа Совсем взверели Бомбу в шапки бросили Представляешь За последний год уже Больше трех тысяч Убитыми и раненными Извините Больше трех тысяч В война идут Корма 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 Варвара Дмитриевна Мое почтение Здравствуйте, господин Алябьев Ваш верный страж Как всегда с вами Генри очень скучает без меня Мне приходится его Везде брать с собой Я подержу его Проходите Благодарю Генри, come to me Идите, идите Не бойтесь Да я, собственно говоря Не боюсь Брюки жалко порвет Ведь Генри, be quiet За что же он меня так не взлюбил Хотелось бы знать Надо полагать За политические взгляды Вы же у нас социал-демократ Генри не разделяет Социалистических идей Напрасно, Варвара Дмитриевна Напрасно Именно социалисты Вырвут Россию Из многовековой тьмы Социализм разрушит Прежний строй И самодержавие Падет под его ударами Алексей Федорович Вас во фракции ждут Сейчас к заседанию Позвонят Иду, иду Мое почтение Всего доброго Варвара Дмитриевна Разрешите отрекомендоваться Борис Викторов Бывший студент Состою при Алексею Федоровичу Помогаю по мере сил Вы журналист? Нет, я больше по практической части Хенрюй, let's go Сегодня будет много работы, да? Господина Каковцева ждут А он ведь из непримиримых Да-да Да Госпожа Зонкова Простите У меня к вам просьба Нельзя ли мне хоть на минутку Увидеть князя Шаховского? Почем я знаю Можно вам или нельзя Идите к нему сами Нет, нет, никак невозможно Не могли бы вы позвать его сюда Нет, нет, извините Варвара Дмитриевна Нет, нельзя Мне всего на минуту Варвара Дмитриевна Извините Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Там Варвара Дмитриевна, голубушка Что вас так напугало? На вас лет сядет Там человек Он очень Очень странный Матвей, вы можете идти домой Я сам все закрою Поставлю на сигнализацию Хорошо, батюшка Но в шесть утра Я у вас как штык Давай, давай Ступай Спасибо С Богом Так что террор Это не новейшее изобретение Вы должны об этом знать Спасибо за внимание Продолжим В следующий раз Дмитрий Иванович А ведь это Ленин объявил Красный террор Правильно? В ответ на белый Тогда все и началось Нет, нет Все началось гораздо раньше И боевые группы появились Задолго до Ленина А кто их создавал? Это ж по сути Бандформирование Всегда кто-то финансирует Оружие поставляет В начале девятисотых Было все немножко не так И бандформирование Не очень подходящий термин А кто террористам деньги давал? А я еще хотела про партии спросить А те, что в думе заседали В чем они различались? А отчего царь так долго думал-то? Так, дамы и господа Начало двадцатого века Чрезвычайно интересное время Мы продолжим об этом говорить На следующей лекции До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Ленин был немецкий шпион Это не доказано Я читала, что доказано Добрый день, Дмитрий Иванович Добрый день, Елена Петровна На лекцию? На семинар к юристам Ты зря на меня обижаешься Каждый ученый должен сам зарабатывать себе имя Рано или поздно тебя напечатают и без моей протекции Так ведь лучше раньше, чем позже А так и до старости можно ждать А ты не жди Ты работай над собой Так я и работаю Я же не предлагаю писать за меня Я просто прошу посмотреть, поддержать Так, Виктор, все Разговор окончен Пожалуйста, Дмитрий Иванович Благодарю Эх, эх, я Дмитрий Иванович Вы не забыли? Да, да Про методичку Все непременно Что? Миленький, Дмитрий Иванович Про методичку Вы обещали на этой неделе О, господи, забыл Совсем забыл Людмила Сергеевна Я все сделаю Не волнуйтесь Я все сделаю Обещаю, все сделаю Я жду Очень Два дня буквально Ну план-то горит Ну Виктор, вот что Давай сюда свою монографию Бог с тобой, я тебе помогу Но ты поможешь и мне Да, Дмитрий Иванович Все что угодно Спасибо вам огромное Только учти это в последний раз Понял Петр Валерьянович День добрый Вы у себя? А долго еще будете? Прекрасно Я к вам через полчаса подъеду Мне ваша помощь требуется С коллегой Спасибо Все, поехали Куда? В архив Поехали, поехали Да я в этом ничего не понимаю Петр Валерьянович По крайней мере полковник Который ведет дело Специальных предупреждений Мне не делал И помалкивать не просил Получается вы, Дмитрий Иванович Не только по исторической части Но еще и по уголовной Ой, да там какая-то странная история На первый взгляд совершенно дикая Знакомьтесь, это Виктор и мой аспирант А это... Ворошилов, архивариус Человек, которого книги Скоро выживут из своего кабинета Присаживайтесь Вот, книги давайте сюда Возле трупа было найдено письмо Подписанное самим Шаховским Это князем, что ли? Секретарем Первой Думы? Да И в письме упоминалось О Столыпине И о Николае Втором Ого А эти почтенные люди Каким образом связаны с трупом? Тем более современным Я бы даже сказал свежим Понятия не имею Там речь идет о каком-то заговоре В декабре 907 года Но никаких упоминаний Об этом заговоре я не нашел Поэтому вот попросил Виктора Чтобы он покопался у вас в архиве Поможете ему? Конечно, помогу Ой, из дома принес Семейная реликвия В квартире с ними Сожительствовать совершенно невозможно Бьют каждые полчаса Садитесь, молодой человек Садитесь Мне бы еще копию этого письма Вы не сфотографировали его случайно? К сожалению, как-то об этом не подумал Петр Валерьянович Мне бы побыстрее Я, видите ли, обещал компетентным органам Архивное дело, Дмитрий Иванович Суеты не терпит А что случилось? Сможете? Ну, смогу Замечательно Тогда третий этаж, десятый кабинет Пропуск я вам закажу Спасибо Здравствуйте Здравствуйте, Дмитрий Иванович Проходите, присаживайтесь Спасибо Тут вот какая штука Такие дела раз в 10 лет встречаются Треники, особняки Письма столетней давности Все это в романах бывает Детективных А вот в уголовных делах встречается крайне редко И подход к таким делам должен быть особый Особый подход Правильно? Наверное Да Я вот тут стал поднимать бумаги Убиенного На предмет связи И выяснил, что Назначили его директором Музея Не знаю чего Четыре месяца назад Четыре месяца При этом ему сразу выделили серьезную субсидию На что? На реставрацию особняка И сейчас там Ну, по документам Полным ходом идут реставрационные работы Силами доблестных среднеазиатских рабочих Какие реставрационные работы? Там все в идеальном состоянии Никаких рабочих там нет Правильно 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 А знаете почему? Почему? Потому что Годом ранее По распоряжению Муниципалитета В особняке Шаховского Был проведен капитальный ремонт А полученную субсидию Директор освоил В правильном Но, к сожалению Известном только ему Направлении Подождите На каком основании Этому прохиндею выдали деньги? А на основании Вот этого Пакетика документов Тут все И заявочки И обоснования И рекомендации И, кстати Имеется вот Такое Экспертное заключение Заключение В котором говорится Что особняк Представляет собой Огромную Историческую ценность Но Находится В аварийном В аварийном состоянии Полюбуйтесь, пожалуйста Слушайте, безобразие какое-то Кто это все составил? Так ведь Вы 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 В аварийном состояние Субтитры создавал DimaTorzok